Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Коротко о главном. К строевой Годен. В Махачкаре прошла пресс-конференция с участием военного комиссара республики Дайдбека Мустафаева, посвященная весеннему призыву. К столетию великого поэта. В Махачкаре началась работа по созданию всероссийской мультимедийной экспозиции, приуроченной к юбилею Расула Гамзатова. Ифтар от чемпиона. Абул Рашид Садуллаев взял на себя расходы по организации коллективного разговения в Катри Рамадана. Российские борцы снова на международной арене. Объединенный мир борьбы решил допустить россиян к участию в соревнованиях, но не всех. Подробности в конце выпуска. Глава Дагестана прокомментировал указ президента России Владимира Путина о создании государственного фонда «Защитники Отечества». По поручению Сергея Меликова подразделение фонда начнет работу в Дагестане уже с 1 июня. И вообще я вам должен сказать, мы не должны понимать, что у нас есть семьи участников СВО, у нас нет семей погибших или пострадавших военнослужащих, у нас нет семей потерявших кормильцев. Мы с вами все должны стать одной семьей. От министра до простого человека, который нуждается в помощи этого министра. Дагестан в этих условиях должен стать одной семьей, так как это было всегда в трудные годы. У нас пока это получалось. Мы должны это делать еще лучше, еще увереннее и еще сплоченнее. Напомним, Государственный фонд «Защитники Отечества» займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боевых действий, ВЛНР и ДНР и семьям погибших военнослужащих. 220 человек получили административное наказание, еще 40 материалов по делу уклонистов от срочной военной службы, переданной в Следственный комитет республики. Об этом и многом другом рассказал журналистом военный комиссар республики Дайбек Мустафаев в ходе пресс-конференции. Призывная кампания, по его словам, проходит по плану. В рамках весеннего призыва ряды вооруженных сил России пополнят порядка 4 тысяч новобранцев из Дагестана. Задание, которое нам установлено Генеральным штабом и штабом Южного военного округа, составляет около 4 тысяч человек. Это обусловлено тем, что руководством страны принято решение об увеличении численности вооруженных сил до полутора миллионов человек. На военную службу весной 2023 года на территориях новых субъектов Российской Федерации, озвучиваем, на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожских областях проходить военную службу не будут. Наш Расул в Махачкале началась работа по созданию всероссийской мультимедийной экспозиции, приуроченной к столетию Расула Гамзатова. Обсудить этапы реализации и концепцию будущей экспозиции. В регион прибыл главный редактор проекта «Россия. Моя история» Александр Мясников. Он провел встречу с коллективом мультимедийного комплекса. Обсудили формат мероприятия и главные задачи выставки. Было отмечено, что экспозиция не ограничится только биографией и творческим путем поэта. Суть выставки, которую, мы надеемся, будет посетить люди на самом высоком уровне, заключается в том, что впервые будет дан образ не просто в хронологическом порядке, вот история, судьбы, жизни и творчества великого дагестанского поэта, а будет создан образ. Честно говоря, мы вместе с Емур Талибовичем много это обсуждали, и получается совершенно, конечно, уникальный такой продукт, который позволит представить человека не просто как поэта, а представить его как философа, как просто человека, как человека, который делал все для того, чтобы не просто пропагандировать или продвигать идею «Мой Дагестан», а общечеловеческие вот эти вот параметры, которые были в его творчестве. Сейчас по реализации проекта ведется большая работа по сбору материала, работа по концепции и распределению по носителям практически завершена. После сбора материала мы его будем описывать, будем его монтировать, подготавливать для экспонирования. Ифтар от двукратного олимпийского чемпиона Абдул-Рашид Садулаев взял на себя расходы по организации коллективного разговения в шатре Рамадана. Площадка расположена на территории центральной джума-мечети Махачкалы. Ежедневно шатер посещает около 4 тысяч человек. Курбан Рагимов продолжит. Праздничная атмосфера царит на территории джума-мечети Махачкалы каждый день. На вечернее разговение собирается несколько тысяч человек. Прийти может любой желающий. Возможность людей из разных сфер посидеть и пообщаться за одним столом и делать шатер Рамадана по-настоящему особенным. Об этом в своем выступлении говорил Абдул-Рашид Садулаев, который профинансировал организацию «Одного дня Ифтара». Не успели моргнуть глазом. Половина Рамадана уже прошли. За это время я успел погубить в некоторых регионах нашей страны. Но вот такой атмосферы, вот такого рода праздника я нигде не видел. Это у нас не только в мечетях, но и во всех районах, в каждом доме. Коллективный Ифтар – время особой радости для верующих. Это не просто вечерняя трапеза, но и отличный повод для встречи. В программе мероприятия – исполнение нашидов и выступления религиозных деятелей. На Ифтар пришли многие титулованные спортсмены во главе с министром по физической культуре и спорту Дагестана Сажидом Сажидовым. Действительно, сегодня очередной Ифтар, наверное, от нашего олимпийского чемпиона. Сегодня, где собрал своих друзей, близких и тех же прихожан сегодня в мечети, которые центральная мечет сегодня находится, накормил вкусным, можно сказать, ужином, ифтар. Я думаю, это такая традиция правильная, хорошая. Сегодня в республике Дагестан мы знаем много очень. Мы уже какой раз находимся в этом шатре Рамадане, где объединяется, объединяет много-много мусульман. С первыми звуками азана верующие разговариваются водой и финиками. Затем, после вечерней молитвы, приступают к коллективной трапезе. Основное блюдо здесь уже фирменный узбекский плов. Организатором шатра 11-й год выступает фонд Инсан. Курбан Рагимов, Халид Ахмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Ифтар для туроператоров состоялся в конном клубе «Зебра». Мероприятие провели и в познавательных целях. Приглашенным объяснили особенности работы в регионе, учитывая возросший поток гостей в города и районы республики. Сегодня организовали ифтар для туроператоров, для гидов. Пригласили их сюда для того, чтобы вместе разговиться, поговорить поближе, узнать друг друга. И в то же время у них есть очень много вопросов по религиозным объектам, поскольку туристы интересуются историей нашей республики, приходят на религиозные объекты, мечети, которые были построены еще во времена сподвижников пророка, и у них бывает очень много вопросов, интересные многие аспекты. Поэтому сегодня собрались для того, чтобы поговорить, немножко поближе узнать друг друга, и для того, чтобы в будущем могли друг друга консультировать по некоторым вопросам, которые могут возникать у наших туристов. А вот сотрудницы женского направления отдела просвещения Муфтията совместно с Духовным центром Марьям организовали ифтар для косметологов. Идея замечательная, конечно. Это объединяет. Но мы все равно друг другу конкуренты, но все равно это как-то объединяет. Вот такая дружелюбная обстановка. Равнодушный, конечно, никого не оставит. Мне очень понравилось. Выставка священных реликвий пророка Мухаммада Мира Ему пройдет сразу в трех районах республики. Первыми у себя примет Казбековский район с 9 по 12 апреля в Джума-мечети селения Дылым. Далее раритеты отвезут в Шамильский район. Увидеть реликвии посланника Всевышнего в Хибда смогут все желающие с 13 по 16 апреля. А с 17 апреля выставку у себя примет Набасаранский район в селении Хучнея в спорткомплексе имени Мерзы Калугского. Мероприятие продлится до 20 апреля включительно. Все подготовительные работы для комфортного пребывания гостей подходят к концу. Приехать и окунуться в атмосферу времен пророка Мухаммада и его сподвижников сможет любой желающий. Российские борцы возвращаются на международную арену. Объединенный мир борьбы решил допустить россиян к участию в соревнованиях в условиях допуска соблюдения рекомендации МОК. Пока разрешено выступать юношеским командам до 15 и до 17 лет. Что касается старших возрастных категорий, будет сформирована независимая комиссия, которая в течение 10 дней выработает критерии по допуску россиян к квалификационным соревнованиям Олимпиады. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин